Мы голосуем одних, а получаем все время других. Мы думаем, что это новое и оказывается каждый раз старое. Знаете, украинская власть, она как карусель. Она ходит, ходит вот так медленно. Они все сидят, все в стуле заняты, подходят к кормушке, набирают себе карман. Там ты президент, премьер, премьер, министр. Потом дальше пошел, уже в оппозицию. Ну, она дальше идет, идет, идет. Оппозиция знает, что опять придет черед их. Потом опять они депутаты, министры, премьеры, президенты. Потом опять в оппозицию. И так крутится, и все на это смотрят. А мне кажется, что... А мне кажется, что... Надо просто народу Украине отключить эту штуку и сказать, ну покатались уже, 25 лет катайтесь. Сойдите, мы тоже хотим покататься. А не покататься, а вперед пойти. Нельзя по одному кругу ходить. И вот так я это представляю. Для этого нужно, нужно новый избиратель закон однозначно. Вы совершенно правы. И этот закон лежит уже в радие. Кстати, есть хороший закон чувака, моего друга. Просто надо его принять. Это вопрос одного на отжатие кнопки. Когда люди, когда они поймут, что дальше люди не будут это терпеть, тогда люди еще их даже держат. Скажут, возьмите еще раз, последнее дело хорошее делайте. Перед тем, как оставить, нажмите на эту кнопку. Примите закон, до свидания, убирайтесь с черта, но пока деньги не переносите с собой, потому что деньги надо будет оставить народу. Мне кажется, что после выборов надо такое делать. Там кто-то сделал такой плакат. В следующий раз надо ему на этот плакат поставить, вместо руха. Много самолетов, вы приезжаете, вы улетаете из Бориспольского аэропорта, говорят, парыги покидают Украину после прихода Сакаши в власти. Так вот, знаете что? Первое, что мы сделаем, я люблю, обожаю, когда самолеты летают, аэропорты строить, я построил несколько больших аэропортов, я сам пилотирую самолет. Первое, что я сделаю, закрою аэропорт, чтобы никто не улетел. И они не улетят. Потом мы их привезем, посадим в комнату с клеткой и с решетками в окне, и с ними нежно поговорим, но решительно. И скажем, что вы столько-то украли, и нам нужно столько-то денег на то, чтобы в Швалявском районе везти были хорошие дороги. На то, чтобы... И не только в Швалявском, таких районов в Украине тысячи. И везде плохие дороги. Нам нужны деньги на хорошие дороги. Нам нужны деньги на... Нам нужны деньги на... На школы. Нам нужны, чтобы учителя не собирали у родителей последнее. На отопление школы, на то, чтобы дети не замерзали. И на новое, там, в парте, я не знаю, в тетради. Нам нужны деньги на все, чтобы развиваться. А у вас этих денег много, а вам деньги для чего нужны? Мы знаем, для чего нужны деньги. Они жиру бесятся. Ахмеда узнает, что у соседнего олигарха яхта за 500 миллионов, а у него всего за 150. Потом он узнает, что у этого, как его, самолет за 200, а у него там всего старый самолет, старые модели за 190. И это, уверяю вас, шума их сводит. Я не готовлюсь все сделать, чтобы у них самолеты были самые крутые, яхты самые крутые. Вы думаете, что они думают? Мы так думаем, нормальные люди. Но для жизни столько нужно, все достаточно, все, а чем жир в месяц? Говорят, что пришел к власти, богатый человек, у него столько больше не будет красить. Не тут-то было. Во-первых, он пришел, он богатый от того, что уже украл. И привычка – это сильная вещь. Это вы. В том зале сидят, наверное, людей, которые 99% никогда в жизни ничего не украли. Если вам, допустим, 65 лет, и вас назначат министром, и у вас нет привычки красить, у меня есть, я могу, 99% в месяц, что он не украдет. А тот, который крал всегда, тот и будет красить дальше. Первое. Второе. Они говорят, они не будут, потому что у них и так все есть. Нет, у них нет. У них должна быть лучшая яхта, лучший самолет. А у них всего два дома Мармелия. Оказывается, у Кокурета еще Майами есть дворец. Как это без этого? Как ворием узбеку. Да. Да. И поэтому они так действуют. Поэтому я бы не подпускал больше богатых людей к власти. Если честно. Потому что не так, что и нас, если он одной рукой даже что-то дает, второй так собирает, что у вас улыбка застанет на лице и благодарность на губах. Когда обнаружат, что у вас еще больше забрали. Вот и вся история. Общение, мой опыт общения с ними так же. Точно такой же. Я закончил два президентских сроков. Потом я уехал, потому что все равно я всех олигархов до конца не довел. Моя большая ошибка, что я от всех олигархов не избавился. Я их прижал, но не надо было их шалеть. Поэтому мой урок из Грузии никаких компромиссов с олигархами. Не работает. Они не ценят это. Вот и вся история. Кроме того, я просто хочу сказать эту факту, что вы, насколько я знаю, один президент и один главнокомандующий Збройных сил Грузии, то меньше государства, как Украина, который не боялся реально встать на защиту независимости своей государства и поднять весь свой народ, независимо от того, что как там агрессия Росии. На сегодня все люди бы сказали, что у нас есть война. Может так неправильно, но обычно вся влада нам говорит, что у нас есть какая-то антитеррористическая операция. Кто за кого? Я единственное, что хотел, как бывший ветеран войны в Афганистане, пожарить вашу мужнюю руку. Спасибо. Спасибо. Я думаю, что вы за поддержку. Спасибо. Что вы не побоялись. Росия – это великая агрессия. Спасибо. Продолжение следует... Спасибо. Спасибо. Спасибо.